И битва началась Атака на мага Массированный ассист В свою очередь Прист Из айсбро выживает Умудряется даже ребафнуться Лучница Кайтит по периметру арены Мы видим что Активные действия В центре арены происходят Там идет четкая работа по ассисту Но про стан территории Несколько успокаивает Варлок пытается выжить Так зовут Преста команды Доминион У него это получается Он даже подхиливает своих Членов пати В свою очередь Прист команда асбро тоже выживает Вы заметили что Чем дальше тем Более уверенно выживают Хилеры В группах Тем более захватывающими Становятся битвы Более продолжительными И с меньшим перевесом Не так сильно Заметно Какая то возможно разница В слаженности команд Когда присты выживают Что мы видим Доминионов Довольно много Они ведут Активный ассист по Оставшимся участникам команды Айсбро Те в свою очередь Выбрали Одну цель из Доминионов Пытаются ее Убить Ультра Бандерас Южуал Из Доминионов Остается жить Полосатый Ирсен Из Айсбро Ультра Южуал И Бандерас Даже больше Есть еще Сосама Видите Дорогие друзья Все таки Ход битвы Несколько Переломлен Участники команды Айсбро Нашли в себе силы Выжить Большим составом Ко второй половине схватки И Теперь Будет сложнее Членам Доминиона Сложное противостояние Ближних физических классов Демонстрирует Нам участники команд Полосатый Замер Вспышка Это опасно Видим Что Друид Спокойно работает Не получая Никакого урона Перемещается По арене Выбирает Более удобную Позицию Это должно Принести Свои плоды Полосатым Приходится Несладко Остался Один из Своей команды Каким-то Образом Выживает По нему Едет ассист Четырех участников Мы понимаем Что шансов Практически не осталось И да Драконы решают Исход поединка Видим Что Айсброд Справились Переломили ход Счет По поединкам 1-1 И предстоит Третий Решающий Поединок Решающий Участникам команд Необходимо Сообщить Недостающих Членов Пати Видим Что Не все Из Айсброд Дожили до конца Поэтому Сообщите Пожалуйста Никнеймы Ирсон Отверждает Что Произошло Застревание У Ирсон И у Полосатого Необходимо Сдвинуть Полосатый Тоже В такой же Ситуации С Ирсоном Проблема решена С Полосатым В том числе Итак Команды Появляются На арене Так Дико Появился Необходимо Переместиться На сторону Своей Команды Кто же На этот раз Справится Справится С волнением И Сумеет Грамотно Контролировать И Выживать Мы видим Что участники Обладают Всеми необходимыми Качествами Для того Чтобы Победить И зачастую Лишь Случай Может решить Исход поединка Но Посмотрим Не будем Загадывать Наперед Видим Что участники Бафаются Продолжение следует Так Индиго Сообщает О некоторых Проблемах Он не видит Команду Соперника Спрашивает О дальнейших Действиях Что ему Необходимо Предпринять Ну что ж Проблема Вроде бы Решена Сейчас начнется Решающий Поединок В схватке Двух команд Доминион И Айсбро Мы с вами Дорогие друзья Сможем Пронаблюдать За этой Захватывающей Схваткой Сражение Происходит На арене Как вы Сами видите Знакомой Вам арене Города Драконов Ну Сейчас Она Приспособлена Для Вот таких Соревнований Как Вы уже Поняли Они Нельзя Летать Здесь Нельзя призывать Летающего питомца У друида Поэтому Используются Скорпионы Вы видите Что Члены команд Уже готовы Занимают Места Вскоре Они Иринутся Иринутся В бой Секундант Секундант Предлагает Заявить О своей Готовности Капитаны Подтверждают Ну Что Отсчет Итак В атаку Как верно Замятил Индиго Активные действия В дальнем углу Арены Видим Что Там Очень хорошо Хорошее применение Получает массовые скиллы В свою очередь Преследуют Члены клана Доминион Преследуют ДДшника Лука Из команды Из команды Айсбро И Тот пытается Максимально выживать До сих пор Вжив Прист Из команды Доминиона Он Практически Не получает Никакого ассиста Это Очень Большое Опущение Его Преследует Ассасин Но Сотый Скил Заставляет Ассасина Остановиться Видим Что По присту Пошел Урон Но Лучнику Сложно Дамажить Когда его Раздевают Сажают В шарик И убивают Что мы Видим Варлок Из доминиона Жив Азарт Из доминиона Еще На арене Но Из команда Айсбро Целых Трое Участников Да Кстати Еще полосатый Жив Из доминиона Это значит Что трое на трое У нас Мы можем Видеть Интересную Развязку Варлоку Необходимо Двигаться Ведь Вы видели Прист Нанес Достаточные Уроны Теперь Айсбро Остались Вдвоем Кто же Кто же В этот раз Сможет Победить Варлок Грамотно Использует Сотый Скилл Приста Дебафает Воина И перемещается По арене Как будто бы Его не видят Вы знаете Иногда Возникает Ощущение Что Присты На этом Соревновании После Нескольких Секунд Перемещения Становятся Действительно Невидимыми Ведь Команды Забывают Совершенно Про их Уничтожение Вот Явный Пример Того Как Делать Не надо Мы видим Что Прист из Доминиона До сих пор Жив Он Всячески Саппортит Своей Команде И Позволяет Выживать Друиду И Оборотню Ребятам Из Айсбро Приходится Несладко Их спасает Лишь то Что они Носят Хэви шмоты У них Достаточное Количество ХП Посмотрим Чем же Закончится Это Противостояние Друид Не Завязал Антистан Но Снимает Глушение Да Удачный Армагеддон От Полосатого Решает Сход Жизни Бандераса И Среди Айсбро Остается Лишь Один Участник Танку Сложно Будет Выживать И боюсь Что Шансов Победить В этом Раунде У него Практически Нету Ведь Да Вы видели Все сами Дорогие Друзья Против Троих Одного Очень Сложно Итак Поздравляем Доминионов